Проблема, которую не могут решить уже 20 лет. Дома жителей малого поселка Кирзавод в Карагандинской области еще в 90-е годы были отключены от отопления. С тех пор они своими силами отапливают свое жилище. При этом ждут и каждый год, просят подключить их дома к центральной системе теплоснабжения или снизить тариф на электричество. Если они говорят, что нам нерентабельно тянут отопление, смотрите, какая пустырь. Пустырь, какой пустырь. Пусть строят дома и предприятие тут тоже есть. В городе, говорю, смотришь, люди форточки открывают, а мы тут как отщепенцы какие-то. Нас забросили, закинули, сами порядок наводим, сами все делаем. ЖКХ нету, ничего нету. Все на произвол судьбы бросили нас тут как этих. И мы вот так вот живем. Вот почему у меня печка дома? Я экономлю в чем? Экономлю, думаю, выгоды в угле. В угле я тоже попадаю. Попадаю по грязи, попадаю во всем. Терпению жителей района Кирзавод позавидует каждый. 20 лет назад закрылась котельная и с тех пор в ожидании реакции от градоначальников они обогревают свои квартиры как могут. Власти людям не отказывают в помощи, так как обязаны решить проблему. Но, как говорят жители района, то ссылаются на нехватку мощностей, то просят подождать, когда построят новые тепломагистрали. Вот мы вот так вот, вот сюда вставляем тенн. И вот так вот обогреваемся через резетку. Мы побывали в гостях у многих жильцов этого района. Беда у всех одна. Устанавливать печку здесь не разрешают. Так же, как и запрещают пользоваться газовыми баллонами. Некоторые, хоть и боятся в один день взорваться, все-таки построили в своих квартирах печи, отапливаемые твердым топливом. Ну а те, кто обогревается электрическими тентами, ежемесячно платят по 40-60 тысяч тенге. Когда отключили отопление, я соорудил печку и грелся ею. Соседи стали возмущаться, и мне пришлось перейти на обогрев с помощью электрических тентов. Мне приходится ежемесячно оплачивать за коммунальные услуги частично. Не хватает моего дохода, чтобы семью прокормить, одеть и рассчитаться с долгами за комуслуги. Если не оплачу, сразу приедут с угрозой об отключении электричества. Думал продать квартиру, но покупать ее никто не хочет. Общественник Олег Горницкий пытался получить технические условия на свою пятиэтажку. Обратился в центр по недвижимости, чтобы изменить технический паспорт здания. Тут житель выяснил, что в государственной базе данных его пятиэтажка значится как «подключенная к центральному газо- и теплоснабжению». Побегав по кабинетам, понял, что изменить документ не получится и опустил руки. К тому же в его доме нет КСК, а значит, получить техусловия на увеличение можности не получится. И была разработана программа развития малых поселков города Караганды. Вот как раз эта программа касается нашего поселка Кирзовой 3-4. Одним из пунктов этой программы двумя этапами должно было быть здесь восстановлено отопление, причем центральное отопление. Эту программу разработали депутаты, утвердили. А кем города утвердил, реализации до сих пор нет. Как стало нам известно, ни услугодатель, ни глава антимонопольного ведомства на снижение тарифа не пойдут, и центральное отопление здесь будет не скоро. Магистральная труба уже в город придет к 2020 году, после чего уже будет рассматриваться вопрос подключения и тех домов, которые на сегодняшний день без централизованного отопления. Это улицы Вагонная, Бобруйская и Кирзовод-34. Несмотря ни на что, жители малых поселков надеются, что власти найдут деньги на строительство новых теплосетей, чтобы подключить их к ТЭЦ-3. Айнур Нурмангалиева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.